Здравствуйте! Давненько не виделись, да? Несколько дней всего лишь. Ну, а мы продолжаем делать что-нибудь интересное. Вы знаете, я не очень часто даю какие-то ресторанные не то чтобы рецепты, лайфхаки. Сегодня как раз пришло время. Несмотря на то, что, скажем, обстановка такая нестабильная вокруг. Поэтому, смотрите, сегодня вот несмотря на то, что это ресторанный рецептик, он довольно простой, из самых простых ингредиентов. И главное, что его можно отнести как к лакшери кухне, потому что в дорогущих ресторанах используют это чудо, лук, так и в совершенно бюджетных ресторанах тоже используют этот лук. То есть можно сказать, что это и лакшери, и антикризисная кухня в одном виде. Значит, смотрите, что я делаю. Я нарезаю лук. Сковородка у меня уже стоит дымиться, готовая к обжарке. Значит, режу лук как попало, ну, крупным кубиком. По сути, как бы здесь мне не очень важен размер. Можете полукольцами, можете... Я всегда говорю так. Если вы делаете что-то одно, но много, как, например, нарезка лука, у вас всегда есть шанс повысить свой уровень нарезки. Сковородку я взял алюминиум, потому что в ней удобнее тушить и обжаривать на низком огне. Но здесь хорошее покрытие. Прибавляю газку. Каменное покрытие. Это важно, потому что, подчеркиваю, я... У меня есть ряд сковородок, за которыми я прям... А есть ряд сковородок, которые я тестирую и ложкой в том числе, чтобы посмотреть, как это себя ведет. Поэтому выгружаем лук в сковородку. Получаются две огромные луковицы. В ресторанах готовят, знаете, прям в больших кастрюлях. Вот это в итоге, которое получится все превратиться в луковое пюре. Готовят его в огромных кастрюлях. Но в одной кастрюле сразу все, не обжаривают, потому что лук дает много воды и так далее. Ставят несколько сковородок, на них жарят лук, чтобы он обжаривался. И потом пересыпают уже на тушение в кастрюлю. Растительное масло, постное масло. Почему на растительном, кто-то скажет, типа на сливочном было бы вкуснее? Я скажу так. Во-первых, смотрите, новая бутылка. Очень активно происходит троллинг меня, что, мол, типа, блин, все время остатки выливают, все время в бутылках остатки. У меня масла много, и приходит период, когда вот мне масло дарят, 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 я пользуюсь, пользуюсь, пользуюсь. И у разных бутылок по-разному оно заканчивается. Я потом начинаю все посливать. Сегодня новое масло. И когда вы имеете вкусное луковое пюре, заканчиваю мысль, сливочное масло вы можете добавить в блюдо, в то, которое будете использовать луковое пюре. А если вы сделаете сразу со сливочным маслом, то, например, веган, ну, как бы скажут, типа, там масло есть сливочное, я, пожалуй, не буду. То есть вы можете сделать из этого блюда как постный элемент, ингредиент, так и, соответственно, если вы не поститесь, вы можете туда и куриц, и всего прочего. Вот смотрите, чего я добиваюсь. Мне нужно, чтобы часть луковиц была реально зажаренная, прям зажаренная. Поэтому у меня огонь побольше, и, соответственно, в помощь призываем горелку. В луке много сахара, поэтому он довольно быстро карамелизуется. Ну и те обожженные кусочки лука, обожженные горелкой, они, конечно, дадут всему, так сказать, блюду определенный вкус. Это, конечно, не блюдо, я так называю блюдо, потому что не могу в голове найти какое-то слово подходящее. Это, скорее всего, заготовка, элемент множества блюд. Вы можете использовать луковый крем вместо майонеза на бутерброды. Вы можете использовать луковый крем как добавку к любому виду каши. Вы можете использовать луковое пюре для оформления холодных закусок. Вы можете его использовать с мясом, с рыбой, с морепродуктами. А бывает, знаете как, рисовой кашки наварили, и туда ложечку раз лукового пюре, масло кусочек, чуть соли, перца, размешал. Ешь просто рисовую кашу, но с таким нежным и вкусным ароматом лукового крема. Ведь лук-то не сырой, а выжаренный, вытушенный, и дает нам возможность получить карамельный вкусный сладкий крем. Кстати, вот шеф-повара сейчас смотрят, и наверняка уже все знают об этом креме, все повара. Но не все его используют, а зря. Хранится он долгое время, потому что это же все, ну, перетушенное, пастеризованное. Вы можете его вообще потом в банки взять, пастеризовать и в холодильник убирать. Чаще всего в ресторанах делают так. Все вытушивают, когда он уже готов, в вакуум. И в морозилку. В морозилку, не в холодильник. В холодильнике он пролежит у вас, ну, дай бог, 5-7 дней, да, в морозилке он пролежит месяц. Поэтому заготовку можно сделать прямо на длительный период. Про перчик не забываем. И обязательно соль. Только немного. А когда мы добавили соли, то, соответственно, мы должны добавить чего? Правильно, уксуса. Вы можете добавить лимонный сок, сок лайма, белое вино. Красный не добавляйте. Кто ест уксус, значит, добавляют. Он может быть рисовый, как у меня. Он может быть белый бальзамический, итальянский. Он может быть буквально 2 столовые ложки. Если у вас нет никакого есть 9-процентный, берите 9-процентный обычный уксус. Только много не лейте. Нам нужно вот эту всю сладость лука кислотой приподнять, выровнять, чтобы вкусно было. Сахара мы сюда не добавляем. Видите, в хорошей сковороде лук не горит. Почему я алюминий беру? Лук не горит, он румянится. И уже вот он наполовину готов. Когда лук наполовину готов, 3 зубчика чеснока. Знаете как, значит, есть повара, которые любят базовый рецепт, то есть только лук. Ну, типа, все остальное можешь добавить. Я всегда говорю, когда на довольно большой объем лука добавляешь небольшое количество чеснока, он украшает, что ли, знаете, как будто бы вот вы встретили суперкрасивую девушку. Итак, смотрите на нее, ой, какая красивая девушка. А потом, если ей сережечки подвесить офигительные, ты такой, ооо, так это еще интереснее получается. Так и здесь лук, луковица, какая красивая девушка. Ей вот, знаете, сережек не хватает. Вот чеснок как раз и есть. Сережки такие, знаете, которые украшают, которые делают ее еще красивее. Нам не нужно, чтобы лук пах чесноком. Поэтому я ее и добавляю в середине, чтобы было еще время для обжарки. Можно его сделать на свином сале. Ну, конечно, это, во-первых, не кошерно. Это, во-первых, если у вас есть друзья-мусульмане, значит, им уже нельзя. И в пост это тоже не получится есть. Только на растительном масле, значит. Оливковое. Может дать горечь во время взбивания. Используйте обычное, безвкусное, рафинированное масло. Когда, так сказать, добавили уже и чеснок. И уже чеснок обжарился. И уже, так сказать, лук зарумянился. Но мы понимаем и видим, что еще есть белая серединка. И еще ему нужно время. Добавьте сюда буквально несколько столовых ложек воды. Буквально пять. Убираем огонь на самый минимальный. Делаем крышечку из фольги. Ну, или обычная крышечка, если у вас есть. У меня лезть надо под стол. Короче, лень мне это делать. Затем, потом обжарим и будем пробивать. Значит, прошло время. Вы открываете. Видите. Если вода осталась, нужно, значит, чуть больше дать огня. Воды не должно остаться вовсе. То есть, лук без воды. Теперь вы должны его понюхать. Пахнет супер. И почему я сказал еще раз обжарить, да? Немножко добавляем масла. Лук стал. Уже вы его помешиваете. А он такими, он как бы такой клейкий, сахар рожевый. Мягкий, готовый. После воды может быть ощущение, что несмотря на то, что лук мы жарили. Он как будто бы такой аромат у него немножко вареный. А без воды мы не сможем его вытушить и протушить, ну, и сделать его мягким. Он будет сохнуть без воды. Поэтому мы дали воду, протушили. А теперь мы его как бы еще раз обжариваем, чтобы убрать этот запах вареного лука. Все, полный драйв, полный фарш. Обжариваем на сильном огне. Быстро, пару минут. И очень важный момент. Напоминаю, редко, но потому что делаю это на автомате, и вам забываю подсказывать. Я вот смотрю, многие блогеры делают как. Ну, они просто мешают. И многие мои друзья, они просто возюкают то, что есть на сковороде, вот так, с места на место передвигают. А помешивание означает, что нужно брать, когда вы мешаете, и переворачивать. Вы должны перемешивать, потому что нижний слой всегда горит больше, чем верхний. Вы должны следить за этим. Наработаете такую привычку, у вас всегда будет равномерно обжариваться. Не будет такого, что... Так, это мы обжарили, а тут что-то сырые кусочки. Не возюкайте вот так вот, с места на место. Должны переворачивать. Все переворачивайте. Значит, вот, буквально пару минут, и перекладываем все это в баклажку от блендера. Аккуратно. В Таиланде, кстати, у них повсюду используют, те, кто готовит еду, используют такие воронки с огромной дыркой, чтобы можно было в пакетики во всякие, в баночки перекладывать еду. У нас ни разу не видел таких воронок. Чтобы была воронка большая, и дырка была большая. Чтобы туда же куски мяса могли проваливаться. Знаете, как в мясорубке. Теперь важнейший элемент. Пробуем лук. Он должен быть вкусный. Просто, просто вкусный должен быть лук. У меня что-то набрызло. Не ожидал. Должен быть сладкий. Все, блендер и в однородную массу. Пюре. Тут, по идее, конечно, нужно было бы пробивать его до такого эмульгированного состояния, чтобы прямо аж... Так как в луке много сахара, то можно еще добавлять масло. Я масла не добавлял, мне хватило и, ну, скажем, вот этого состояния. Достаточно той влаги, которая была в луке. Значит, как только пробили, получилась вот такая вот масса. Попробуйте ее. Она очень вкусная. Значит, в ресторанах обычно это все хранится в кондитерских мешках. Если у вас нет кондитерского мешка, храните это в баночке, крышечкой, без крышечки, под пленочкой, как хотите. Можете прямо вот в этом боксике. Просто все то, что остается на стенках, оно будет окисляться, чернеть. Все. У вас есть то, зачем многие люди в очереди стоят. Ну, я не про лук. Я про вкусную еду в ресторанах. Вы даже не представляете, мои дорогие подписчики, друзья, товарищи, насколько любители лука сейчас просто могут получить гастрономический оргазм, не побоюсь этого слова. Конечно, кто не любит лук, они скажут, ну и что, луком пахнет? Блин, здесь просто сладость, кислота, немножко соли. И все это, как, я не знаю, как какая-то отдушина в мире гастрономии заготовка, которую можно использовать где угодно, кроме десертов. Даже в супы можно добавлять. Примерно вот такой кондитерский пакет получился с луковым кремом. У меня не по числе случайностей, а по умыслу. Значит, вот здесь втворилась картошечка. Ну, просто обычная отварная горячая картошка. Это просто отварная картошка, она горячая. Например, вы пришли домой. Картофан раз. Масло сливочное два. Сюда прям пол чайной ложки. Картошечку всю поразмяли. Просто отварная картошка. Со шкурками прям, с кожурой. В ней много витаминов, моя мама говорит. Такая мятая. Ах, картошечка с маслом мятая. Все это тщательно перемешиваем, чтобы соль распределилась. Картошечку берите крахмальную. Прямо видно, как она такая белая становится. Крахмала мне достаточно. А теперь у вас из холодильника достаете баночку, кулечек, мешочек, крыночку, пластиковый боксик уже остывшего лукового крема. Отрезаете кончик или открываете крышечку, как вам будет угодно. Оп, добавляете сюда небольшое количество этого чудо-зелия. Перемешиваете еще раз. И вам не надо обжаривать отдельно лук. Вам не надо в этот момент тратить кучу времени на всякие разные нюансы. Вы взяли, сделали картошку с луком, и никто, когда будет есть, не будет понимать, откуда запах лука. Самое главное, что лук сладкий, сливочное масло сладкое, картошечка, смотрите, какая крахмальная. Это просто мятый картофель, не пюрешка никакая. Ну, по факту, да, это может быть даже майонез из лука. Значит, или, например, вот смотрите еще, что можно сделать. Картофана вы наварили или не наварили. Это вот отдельное блюдо. Я вам просто сейчас парочку, буквально, очень быстро покажу пару вариантов, что можно использовать. Значит, если вы делаете составные салаты, то луковый крем можно использовать вниз, вместо майонеза. Но помимо, ну, не нужно его заменять им, не нужно заменять майонез. Это все-таки две разные вещи. Если вы делаете в салат масло и так далее, вы можете добавить просто лука. У него будет вот такой луковый привкус, который никогда не будет пахнуть вот этим вонючим луком. А с точки зрения, например, закуски какой-то, да, вот закусочный вариант, берете хлебушек, вот смотрите, можете его пообжарить, можете его не жарить, можете что угодно с ним сделать. У меня хлеб, кстати, тоже луковый. Вот по странному стечению обстоятельств. Не планировал я так. Но вот так получилось луковый хлеб. То есть берете и томатик. Вот смотрите, что делаем. Берем, выкладываем томатик сюда на хлеб. А на него такие, знаете, дольки лука. Не остыл, не стабилизировался еще. Ну, когда остынет, будет погуще. Такой немножко жидковатый. Это как вариант, это не дополнение. Все, немножко укропа для украшения. И у вас получается очень простая вкусная закуска. Я сейчас вам говорю, как дома надо делать. Перед тем, как подать ее на стол. Все, немножко зелени, обязательно укропа на картошку. Вот смотрите, значит, если без болтовни, то это все можно приготовить чуть быстрее. Одновременно делайте это, варите картошку, макароны, гречку, рис, любую крупу. Потому что мы добавляем туда, и каждое блюдо становится вкуснее в несколько раз. Если есть суп, и вам чего-то не хватает, значит, добавьте, допустим, свежих томатов в суп и немножко лукового пюре. То есть, применение этой штуки просто колоссальное. Почему в ресторанах и любят такие вещи? Потому что это берешь и добавляешь куда угодно. К огурцам, к помидорам, к картошке, к макарошкам, к супу, к горячему, к холодной закуске, к горячей закуске. В общем, в ваших руках теперь будущее, луковое будущее нашей страны.